Овцеводство в регионе находится под угрозой распространения опасного инфекционного заболевания бруцеллеза. Не прекращаются попытки ввести в область зараженных животных из Кавказских республик. За последние годы сотрудниками Россельхознадзора было пресечено несколько таких случаев. Кроме того, наблюдается неблагоприятная ситуация по бруцеллезу в соседних регионах. Симптомы болезни и способы ее предупреждения в репортаже Ивана Швецова. Бруцеллез или мальтийская лихорадка передается через зараженных животных. Чаще всего овец и кос, а также коров и свиней. Инфекция приводит к поражению опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Заражение человека от больных животных происходит контактным путем. В группе риска ветеринарные работники, телятницы, чабаны. Заболеть можно и при контакте с мясом инфицированных животных, с навозом. Бруцеллы проникают через малейшее повреждение кожи. Заражение часто происходит через сырое молоко, а также при употреблении некачественных молочных продуктов. Среди известных жертв бруцеллеза Екатерина Савинова, знаменитая Фрося Бурлакова. Из фильма «Приходите завтра». Русская народная песня вдоль Попитерской исполняет Бурлаков Фрося. Популярная советская актриса очень любила пить парное молоко и заразилась через него этим опасным заболеванием. Уже во время съемок фильма в 1962 году Савинова была инфицирована бруцеллезом, но тогда болезнь врачи установить не смогли. За восемь лет инфекция настолько поразила внутренние органы и нервную систему, что это привело к трагической гибели актрисы. У жителей Кировской области шансы заразиться бруцеллезом невелики, но они есть, особенно у тех, кто регулярно употребляет в пищу баранину. Пока на территории региона очагов инфекции не выявлено, чего нельзя сказать о наших соседях. В Удмуртской республике буквально в последние дни, это в ноябре, в декабре, было зарегистрировано три случая возникновения бруцеллеза на территории Удмуртской республики. Меры были приняты своевременно, очаг локализован. Баранина используется в кухне восточных народов, овцы, необходимые мусульманам для религиозных обрядов, таких праздников, как, например, Курбан-Байрам. На праздник жертвоприношения осенью принято закалывать животных и делиться угощением с ближними. Эльман Валиев два года назад купил небольшое стадо, которое за это время значительно увеличилось. Животных он держит в основном для себя. В год режет не более пяти-шести голов, в том числе и по праздникам. Прежде чем купить, мы этих овец взяли кров. Курбан-Байрамов обследовали, привезли, на карантин поставили. Ветеринарная служба районная, то, что необходимо было, какие мероприятия провести, они полностью все сделали. И каждый год, они сейчас каждый год приезжают, и кровь берут, и там прививки делают. Все это мероприятие они делают. Насчет этого дела они молодцы. Отметим, что от бруцеллеза не может себя застраховать никто. Болезнь распространена по всему земному шару. Но благодаря достижениям современной медицины, и особенно антибиотикам, бруцеллез хорошо поддается лечению. Главное, чтобы врачи вовремя поставили точный диагноз. Профилактика же этого опасного заболевания проста. Кипячение молока и тщательное соблюдение санитарных норм. А также неуклонное выполнение всех требований ветеринарного надзора. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область, Куменский район.